Доброе утро всем проснувшимся. Программа Утро ТВ в эфире областного телевизиона продолжается. И мы тут уже начали обсуждать за кадром вот какую информацию. В прошлом году банки фактически вышли на докризисные объемы выдачи ипотечных кредитов. И логично, что люди, приобретшие жилье в ипотеку, сейчас пытаются каким-то образом вернуть налоговые вычеты. И озаботились оформлением этого самого вычета. Сегодня мы поговорим об особенностях получения денег таким образом для владельцев жилья, купленного с использованием жилищного кредита. У нас в гостях Андрей Гупанов, экономический обозреватель, шеф-редактор журнала «Регионы России». Доброе утро. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Расскажите, во-первых, что такое налоговый вычет при покупке жилья? Налоговый вычет, как известно, это возврат человеку бюджетом налога с суммы купленного жилья. То есть куплено жилье, человеку бюджет в течение какого-то времени возвращает 13% от стоимости жилья. А за что такая щедрость? Это законодательно так. Законодатель стимулирует, скажем так, белые доходы. Если у человека вся зарплата в конверте и не платит подоходный налог, вычет ему не положен. Тем самым, предоставляя вычет, государство стимулирует работников, чтобы они требовали от работодателей, чтобы те им платили белую зарплату. Вот, очень коротко. Замкнутый круг. Какой величины получается этот вычет в сравнении с стоимостью квартиры или с зарплатой? С чем сравнивать? В обычной ситуации 13% от стоимости жилья, но есть ограничения. Налог возвращается с суммы не более 2 миллионов рублей. То есть при покупке жилья можно вернуть себе максимум 260 тысяч рублей. Это налог с 2 миллионов. Но, если использовался жилищный кредит, то сумма возврата может быть ощутимо больше. Потому что возвращается также 13% налог подоходный с суммы процентов, уплаченных в ходе погашения кредита. Не со всей суммы кредита, а только с суммы процентов. То есть, скажем, если человек взял в кредит 5 миллионов на 20 лет, то он вернет 5 миллионов, плюс какие-то суммы, порядка, может быть, довольно большие, кстати, суммы по кредиту. Большие суммы, потому что если на 20 лет, то еще как минимум 2 раза по 5 миллионов набирается процентов. Не 2, но 1,5 точно. То есть, вот суммы 7-8 миллионов, он вернет себе налог, это сумма уже порядка 2 миллионов рублей. То есть, это может быть очень серьезный возврат. Существенно. Есть такое понятие, как нецелевой кредит. Давайте для зрителей объясним в двух словах, что это такое. Собственно, это кредит, где в кредитном договоре не написано, для чего он берется. То есть, человек просто взял денег, на что он их израсходовал, его проблемы. А если человек взял вот этот самый нецелевой кредит, потратил его на покупку жилья, то по нему можно вернуть налоговый вычет? Нет, это не допускается. В кредитном договоре должно быть четко прописано, кредит взят для покупки, или там для строительства, или для участия в долевке. Не обязательно, чтобы звучало слово ипотека, но в кредитном договоре должно быть указание. Кредит целевой на жилье. Тогда на этот кредит распространяется налоговый вычет. Но, тем не менее, с покупки квартиры все равно же налоговый вычет можно сделать. Не важно, где человек деньги берет. Нельзя будет, наверное, вот с тех процентов как раз получить. Разумеется. Разумеется. Жилье под налоговый вычет попадает в любом случае. А вот еще один такой момент. Сейчас часто люди перекредитовываются. То есть, берут сначала один кредит, потом банки снижают ставки, они снова берут кредит. Вот на те проценты каким-то образом распространяется это? Да. В середине 2009 года были внесены поправки в налоговый кодекс, где четко прописано, если кредит взят для рефинансирования ипотечного кредита, то проценты по этому новому кредиту тоже попадают под налоговый вычет. Но, опять же, это должен быть целевой кредит. В кредитном договоре должно быть указано, кредит взят для погашения ранее взятого ипотечного кредита. И вот теперь кредит взят. Допустим, кредит берет глава семьи в налоговый вычет. Каким образом должен получаться? Любым членом семьи или тем же человеком, который оформлял кредит? На этот счет тоже есть указания. Есть, в частности, несколько официальных писем Минфина, где сказано, что вычет на проценты по ипотеке распределяется между членами семьи точно так же, как и вычет на само жилье. Условно говоря, кредит взял муж, квартиру приобрели в совместную собственность муж и жена. Если это совместная не долевая собственность, а вот общая, то они пишут заявление. Просим распределить кредит, просим вычет в такой-то пропорции, 50 на 50. Тогда и сам вычет на квартиру 50 на 50, и вычет по кредиту точно так же распределяется. А если квартиру записывают на неработающих детей, например, неважно? Тут сложнее. Во-первых, вообще-то ребенок несовершеннолетний, на него довольно сложно записать недвижимость. Мне почему-то кажется, что это очень распространенная практика. Нет, ребенок может быть совладельцем. В этом случае, кстати, точно так же есть пояснение Минфина, где сказано, что в принципе взрослый, родитель, может получить вычет за своих несовершеннолетних детей. То есть это все продумано. Вычет получит взрослый. Вопрос еще такой, касающийся времени, скажем так, временного промежутка. Насколько это все долго, проблематично? Вот говорят, что бумажные волоки-то все-таки, кто-то плюет на это дело и не будут заняться. Ну, смотря ради чего, плевать, если тебе... Нет, понятно, если речь о двух миллионах. Ну, скажем так, вот практика показывает. Скажем, за вычетом, есть еще у нас вычеты по затратам на учебу, лечение. За ними обращаются реже, там суммы невелики. То есть там сумма возврата может быть 3-5 тысяч рублей, с этим не связывается. А если сумма возврата 50 тысяч в течение года, или так в течение нескольких лет по 50 тысяч, то имеет смысл, и, собственно... Ну, вот подсчеты есть какие-то, калькулировали? Сколько уходит времени на то, чтобы этот вычет получить? Месяц, два, полгода? Скажем, если человек госслужащий, то... Я... Почему? Просто госслужащие у нас подают декларацию. Обычному человеку при получении вычета через налоговую инспекцию надо подавать декларацию. Госслужащий подает ее автоматически, просто в силу своего статуса. Вот. То есть госслужащему это, ну, полдня. Он просто заявление добавляет, да, прошу сделать налоговую вычет. Да. Если нет никаких сложностей с документами, там, ну, нет никаких сложных схем, там, если оформлены все документы на жилье, это совсем немного времени занимает. Ну, в конце концов, можно получить консультацию, можно обратиться за помощью. И вот еще один вопрос интересует. Этот налоговый вычет при покупке жилья можно получать сколько угодно раз в квартиру, когда ты покупаешь, либо единственный раз, когда ты приобретаешь квартиру, жилье? Налоговый вычет на покупку жилья предоставляется один раз в жизни. Вот. Собственно, скажем, если вот два человека приобрели, каждый получил по полвычета, оба получили, считайте, вычет и больше использовали свое право. Использовали свое право. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Губанов. Это шеф-редактор журнала «Регионы России», экономический обозреватель, ну, и специалист по экономическим вопросам. Он очень популярно объяснил. Ну, нам, по крайней мере, популярно. Надеемся, что вам тоже. Наша программа продолжается, и прямо сейчас о таких сложных экономических вопросах переходим к информации полегче и не менее интересной, кстати. И прямо сейчас у нас новости кино. Послушаем, посмотрим, что там у нас с «Оскарами» происходит.